Места происшествия Пьяный угар – не оправдание. На что сподвиг краснодарца «зеленый змей»? В чем подозревают бывшего председателя Октябрьского районного суда? Участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники работают по новой схеме. По какой – смотрите прямо сейчас. Пьяный угар – не оправдание. В дежурную часть краснодарской полиции обратился сотрудник магазина автозапчастей с заявлением об угоне мопеда. По его словам, транспорт принадлежит организации и последний раз его увидели на парковке у магазина. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и уже задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 34-летний краснодарец. В отделении полиции он пояснил, что был пьян и собирался продать мопед. Но план этот осуществить не удалось. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас он под подпиской о невыезде. Председатель Следственного комитета РФ Сотрудники следкома ФСБ нарушили этот план. Теперь обвиняемый под стражей. На допросе он частично признал вину. Расследование дела продолжается. Теперь к дорожным происшествиям. Обилен был день вчерашний и на солнечное излучение, и на температуру. А еще и на аварии, что случались на дорогах города тут и там. Одна показательней и поучительней другой. Причины их вы так знаете. Нарушение правил и никакой мистики. Давайте разберемся, кто, как и где зевнул. Ну сколько раз я говорил, не лезьте под грузовики. Не слышат. Не услышал меня и таксист на перекрестке Суворова и Станкостроительной. Не стал он прикидывать размер и длину больших грузов. И вполне ожидаемо оказался утащенным вдаль. Помни, водитель, не видит тебя грузовик. Держись от него подальше. Нечто подобное и на Уральской. Там Ауди решила перестроиться перед Мерседесом-крепышом. И если бы была у водителя Ауди быстрая реакция, успел бы он прыгнуть вперед, но неожиданно встал. Причем пехантно высунув кусочек переднего бампера. Зря. Очень зря. Напоминаю, не надо играть в игры с фурами. Они все равно выиграют. Впрочем, не только под большегрузой не стоит лезть, не стоит и поворачивать из ряда только прямо. Как вот этот быстрый Солярис. Скорости поворота и резкости маневра ему не занимать. Все четко. Но внимательности не хватило. Зато у корейца покрупнее хватило и веса, и скорости, чтобы развернуть Hyundai и выбросить его на газон. Не хватило у стоящего на газоне мятого Соляриса и знаний и логики поведения на дороге. Тонкая книжка с правилами и толстый счет от кузовщиков. Этот пробел восполнят. С вами была Татьяна Зеленова и программа «Место происшествия». Напомню, чтобы не стать ее героем, следует уважать других людей, их права и имущество, а также, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Но если вам все же хочется, чтобы вас заметили, это можно сделать законным способом. Присылайте нам видео через кнопку «Мобильный репортер» в нашем приложении для смартфонов, и мы покажем его в наших эфирах. До встречи на Главном городском! Продолжение следует...